Друзья, привет! Мы с вами продолжаем серию по созданию игры, похожей на True Lies на SEGA. В последний раз мы с вами остановились на том, что мы генерируем мир случайным образом, и было несколько затыков. На самом деле, один из самых важных — это тот баг, который я обнаружил в процессе. Но я его пофиксил и расскажу немножко об этом сразу. Значит, смотрите, проблема была, вот в чем. Если мы с вами посмотрим на функцию... Сейчас я вам скажу, какую. Где он у меня? Где-где-где? Здесь все хорошо. Так, где же, где же я эту функцию-то видел? Была такая маленькая-маленькая небольшая проблемка, и я прям очень хотел про нее вам рассказать. Ее просто пофиксил в процессе, потому что меня прям самого это сильно заботило и гложило, потому что я не мог никак нормально... А, вот, все. GetTileChunk. Смотрите, в чем проблема. GetTileChunk у нас напрямую зависит от наших переменных MapSizeX и MapSizeY. Если вы помните, здесь изначально я указывал, допустим, что у нас была там одна карта, грубо говоря. Проблема была в том, что если я ставлю единицу там или двойку, ну, неважно, в общем, короче, любой размер, связанный с MapSizeX, то когда наш GetTileChunk функция попытается получить доступ к определенному чанку, у нас здесь было меньше или равно вот таким вот образом. Но это на самом деле неправильно, потому что аллокация, ну, аллоцируется у нас память до вот этого максимального значения, то есть в количестве от нуля до, соответственно, там единицы, двойки. То есть, соответственно, наш ТайлChunk никогда не будет равен ровно вот этому числу MapSizeX, потому что чанки у нас считаются не от единицы, а от нуля. И, соответственно, вылетала постоянно проблема того, что если я, допустим, делаю карту больше или меньше, в один прекрасный момент у меня получается какая-то полная ерунда. То есть, у меня просто вылетало и, ну, с багами, с криками получалась такая штука. Сейчас же я, смотрите, могу, в принципе, рендерить любого размера карту. Кстати, еще одно изменение, которое я сделал, у нас ChangDim, Dimension был равен 256 тайлов. Я по факту могу сделать тоже 256. Сейчас у нас будет просто гигантская карта, которая будет тяжело оббежать. Ну, на самом деле, локация так и произошла. Я просто отрисовываю такую небольшую область. Ну, по факту, 256... А, вот, еще почему 256 не рисуется, потому что я здесь ChangShift поставил на восьмерку. Сейчас объясню, в чем прикол. Просто проверю. Да, вот, то есть, как вы видите, черным показывается та область, которая у нас аллоцировалась. То есть, там память на самом деле в массиве существует, и в ней можно, на самом деле, что-то хранить и так далее. Просто в данный момент я не храню, отрисовываю только лишь одну вот эту карту. Смотрите, ChangShift, как вы помните, да, это история, где я в восьми битах храню количество тайлов или их индекс внутри конкретной карты. То есть, если у нас размер нашей одной маленькой карты, да, 256 на 256 тайлов, то это, соответственно, максимальное значение, которое может оно принимать по умолчанию. Но, если мне такие карты огромные не нужны, то я, соответственно, ChangShift могу сделать ниже, например, 4. И здесь нетрудно догадаться, что, по сути, вот этими числами 2, 8, 4 я регулирую степень, в которой у меня будет размер моего числа. То есть, например, если стоит 8, 8 — это значит 2 в степени 8 или число 256. Если я ставлю 4, то это 2 в степени 4. 2 в степени 4 — это 16. Соответственно, максимальное значение, которое может принимать вот этот ChangDim, в данном случае 16, потому что ChangShift я поставил 4. 4. Это очень удобно регулировать таким образом, что мы с вами в целом можем сделать сейчас на старте небольшие карты с тайлами. То есть, это карты с тайлами 16 на 16. И количество таких карт я могу сделать больше. Например, у меня будет 10 на 10. Вот. И таким образом, если я сейчас отрендерю, у меня появится такая большая, вот как вы видите, карта, состоящая из 10 вот таких квадратных 16 на 16 карт по горизонтали и, соответственно, по вертикали. Ну и, как вы видите, я могу уже путешествовать по сгенерированному мною миру. Ну, мир, кстати, сгенерирован так себе, но это как бы, в принципе, начало еще вот с коллизией. Вот эта вот коллизия у нас беспонтовая сейчас, но не суть. В общем, суть в том, что баг пофиксен, и мы с вами справились и можем двигаться дальше. И следующая тема у нас посвящена непосредственно генерированию рандомно мира. Первое, что я бы хотел сделать, чтобы сильно не мозолить глаза вот этим красным цветом, я бы, честно говоря, на что-нибудь поменял такое попроще. Ну, например, не знаю. Сделаем его оранжевым таким спокойным 120 на 120. Например, сейчас посмотрим, что получится. Ну, чтобы он не... Ну, вот, зеленый он более-менее. Цвет как-то поспокойнее, не такой кричащий, как красный. Ну, вот, как вы понимаете, белым цветом красится тот мир, в котором у нас чанки отсутствуют. Вернее, не отсутствуют, а по умолчанию становятся равными нулю. А нулю у нас соответствует белый цвет. Нулю они равны становятся чисто по той логике, что, если вы помните, в одной из функций, где у нас getTileValue, если я не ошибаюсь, getTileValue, сейчас посмотрим. Это getChunk, getTileValue, да. Когда у нас происходит getTileValue fromChunk, здесь есть один прикол. У нас с вами камера работает от минус 10 до 10, от минус 20 до 20, то есть камера рисует в отрицательном и в положительном значении от нашего персонажа на определенное количество тайлов. То есть от минус 20 до 20 по горизонтали и минус 10 до 10 по вертикали. И прикол в том, что на начальной этапе, когда у нас появляется только-только персонаж, представьте, что он находится на позиции, например, 3-3. Соответственно, если от 3 отнять 10, да, то у нас уже получается минусовое значение. А поскольку у нас наши колонки и строчки могут принимать только положительные значения, соответственно, если значение уходит в отрицательную область, то на самом деле происходит, как я уже говорил, wrap, да, то есть это как бы круговая история, то есть наше число перебрасывается негативное в самый конец положительного числа. Самый конец положительного числа в нашем случае это ее максимальное значение 4 миллиарда там с чем-то. Я могу это доказать вам сейчас, то есть если я, допустим, поставлю вот здесь breakpoint и посмотрю, чему равняется у меня в данный момент колонка и строчка. Если у меня значение минус 10, в данном случае, да, и минус 20, то, соответственно, моя колонка сейчас будет равняться кому-то сумасшедшему 4-миллиардному числу. Ну вот, как вы видите, то есть происходит wrap. Отрицательное число перебрасывается на положительное. Но для нас, в рамках нашей логики, это не является ошибкой. Что происходит? Когда вызывается функция вот эта getTileValueFromWorld, двигаемся к ней непосредственно, getTileValue, вот он, getTileValueFromWorld, в свою очередь, вызывает getTileValueFromChunk. Что происходит? Он говорит, чанк есть такой или нет. Соответственно, такого чанка он не находит. Мы его не лоцировали, его нет. В таком случае он возвращает TileValue, который у нас стоит по умолчанию. По умолчанию у нас здесь стоит 0. И в этом случае наш код, вот этот вот ColorValue, да, где у нас контролируется, он говорит, что если TileValue у нас равняется 0, да, вот, то, соответственно, он становится белым цветом, 255. Вот. Таким образом у нас получается белый цвет вокруг там, где мы, ну, как бы попытались аллоцировать своего рода наш чанк. Ну, в общем, не суть. Баг пофиксили, и это здорово. Я бы, на самом деле, сделал сразу commit на эту часть. Я, наверное, сразу так и сделаю. То есть напишу wrap world bug fixed no crashes crashes no meta what tile tile size. Ну, на эту вот map tile size. Вот так и сделаем. Все, отлично. Commit мы этот сделали. Теперь возвращаемся к генерации мира. Каким образом мы можем с вами сгенерировать мир? Ну, как я уже говорил, одна из идей, которая может теоретически у нас быть или иметь место быть, да, это то, что каждый раз, когда у нас, допустим, аллоцируется мир, ну, вот, world, да, мы хотим, например, наши тайлы аллоцировать либо, например, справа, либо там вниз, да, то есть либо по горизонтали, либо по вертикали. То есть собрать некую лесенку. Как это сделать просто, честно, я не знаю. Я постараюсь сейчас по ходу дела как-то попробовать эту историю расписать, потому что она у нас все равно будет такая не суперэффективная, но просто хотелось бы показать вам, как это может быть. Ну, как бы одна из, один из вариантов того, как это может быть. Ну, во-первых, во-первых, нам с вами необходимо вот этот random choice делать постоянно в нашем цикле, потому что если мы его сделаем здесь, то, соответственно, у нас будет только одно число всегда, и никакого другого не будет. Но каждый раз, когда мы будем возвращаться в цикле и создавать заново эту переменную, то, соответственно, в теории у нас должно здесь все появиться как нужно. Тогда нам нужно random choice, соответственно, перевести куда-нибудь сюда. Я думаю, что мы его сразу сюда и перекинем. Так, это может быть здесь вот таким вот образом. Дальше. Что дальше? Нам необходимо аллоцировать тайлы только лишь в том случае, если у нас там существует карта. То есть у нас, допустим, выпадает единица или ноль. Допустим, ноль, если мы пойдем с вами по горизонтали, единица, если по вертикали. Так, так, так. Как бы здесь сделать? Мы можем сделать следующим образом. Если random choice у нас будет равняться нулю, то мы можем аллоцировать, соответственно, там tile, и в нем мы можем, соответственно, сделать allocation. То есть, смотрите, в чем прикол. Я просто не хочу здесь сразу же аллоцировать tile, а сделать это просто позже. То есть в нашем случае allocation уже есть, то есть непосредственно самого мира. И вот эту строчку можно закомментировать. У нас будет аллоцирование мира на самом деле на уровне setl value. То есть когда у нас по факту появится какое-то соображение о том, где находится, собственно, наш tile и его проверка, то мы, соответственно, двинемся в эту функцию. Вот setl value. Так, секунду. Да, то есть смотрите, я закомментирую вот эту часть, аллоцирование у нас будет происходить в setl value. Я перенес его вот сюда. То есть здесь, смотрите, логика какая. Если чанг у нас находится, то есть действительно есть карта, в которую мы можем вписать наши тайлы, дальше идет проверка, заполнены ли эти тайлы. И если эти тайлы не заполнены, то есть не аллоцирована под них память, мы, соответственно, делаем аллокацию. И, соответственно, дальше ставим непосредственный tile value туда. В следующий раз, когда мы один и тот же чанг попадаем, это уже не будет аллоцироваться, и дальше будет заполняться наш tile value. Теперь нам нужно регулировать в зависимости от нашего random choice. Здесь, я думаю, нужно сделать таким образом. Все-таки эту часть мы перенесем сюда, но изначально random choice у нас будет равняться нулю. После того, как у нас проходит все вместе взятое, то есть screenX и screenY, то есть вот этот луп у нас проходит, мы должны спросить random choice. Ну ладно, к нему сейчас еще подойдем. Значит, для того, чтобы нам рисовать либо по горизонтали, либо по вертикали, нам нужно управлять вот этими переменами screenX и screenY, поэтому я их смело отсюда пока убираю. То есть мы их будем отдельно рассматривать, и я думаю, что мы их прямо здесь создадим отдельно. U32 screenX будет равняться нулю, и U32 screenY тоже у нас будет равняться нулю. Таким образом мы используем здесь эти переменные, а вот увеличивать мы их будем в зависимости от значения random choice. То есть, например, если random choice у нас равен нулю, то мы с вами, соответственно, будем увеличивать только screenX. ScreenX плюс-плюс else, то есть в противном случае, у нас screenY screenY плюс-плюс. То есть, если мы двигаемся только по горизонтали, у нас увеличивается x. Если же мы двигаемся, у нас единица выпадает, то screenX у нас не увеличивается, мы на одном месте находимся, начинаем двигаться вниз. Этим управляется у нас screenY. Дальше. Что нам нужно здесь дальше закрыть? Это сам random choice. Значит, после того, как у нас отрисовывается наше поле, вот оно, setTileValue for loop вот здесь. Заканчивается эта часть. Мы random choice ставим равным, как там мы делали, dist, mapDistRNG. random choice равняется mapDist, и здесь записываем rng. вот таким вот образом. Давайте проверим, насколько эта теория вообще рабочая через дебаггер. Потому что я вполне мог тоже кучу ошибок допустить. Значит, random choice в нашем случае сейчас равен 0. Вот он инициализируется. Да, он равен 0. Дальше. screenX и screenY они у нас равны 0,0. Да, все правильно. Мы заходим в первый луп, все равняется 0,0, чему равняется random choice. Если random choice у нас равняется... А, вот еще важный момент. Да, вот эта часть должна быть не в начале, а в конце. То есть, как только мы... Сначала мы рисуем первое поле, то есть, оно в любом случае у нас рисуется, дальше происходит проверка и после этого мы сбрасываем наш random choice. Да, таким вот образом мы и делаем. Значит, тогда проверку мы осуществим примерно вот на этом уровне. Значит, первый раз у нас с вами опаньки и сразу вылетает вот такая проблемка. Да, это, скорее всего, связано с тем, что мы, когда делаем с вами tile value, из-за вот этой части. Test tiles. Сейчас быстро проверю эту теорию. Значит, когда мы с вами первый раз доходим до вот этого уровня set tile value. Так, проваливаемся сюда. Значит, нам нужно понять, чему test chunk равен в данном случае. Test chunk, мы получаем к нему доступ. Да, он есть, и, как вы видите, tiles не лоцированы, то есть, тут указывает он на левую память, которая еще нами не заолнена. Соответственно, происходит проверка. Test tiles. Происходит аллокация. И дальше, и дальше все проходит как нужно. Теперь, теперь, теперь делаем continue, смотрим второе. Но второе тоже у нас, второй раз он не должен, по идее, сделать аллокацию. Делает все равно, да? это плохо. Он так не должен делать. По идее, он должен if not test chunk tiles. Потому что tiles у нас не лоцированы, не инициализированы. По идее, он должен понимать, что test tiles у нас пустой, указывает в no pointer. Что не очень хорошо. Тогда мы можем no pointer сделать вот здесь. Быстро сделаем болванку for пусть будет u32 i is equal to 0 i is less than map size x умноженный на map size y. Я просто инициализирую быстро в no pointer. Значит, i плюс плюс и все tiles и world точка tile chunks at i точка tiles is equal to no pointer. То есть, он никуда не указывает. Теперь сделаем еще раз такую проверку. значит, set tile value мы идем сюда. Вот tiles у нас не инициализированы. Говорит типа нету. Да, соответственно, аллоцирует. Круто. Теперь дальше. Если мы опять уходим сюда, то проверка уже должна провалиться. Вот if tiles. Да. Отлично. с этим справились. Идем теперь на random choice. Смотрим, двигается ли у нас здесь что-то. Значит, random choice у нас равен нулю. Соответственно, screen x мы увеличиваем. Else не работает. Смотрим, чему равняется random choice. Random choice у нас равняется нулю. Так, давайте еще раз проверим. Равен нулю. Так, random choice у нас не работает. Мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Секунду, я проверю одну детальку. Да, у меня есть теория по поводу того, что все-таки здесь должна быть постоянно сбрасываться эта история, то есть заново создаваться наш random generator. Давайте посмотрим, насколько она действительно верна, эта теория. Значит, первый раз мы заходим random choice равен нулю, но каждый раз он у нас постоянно равняется нулю. Так, что-то мне не очень нравится эта история. Map distribution 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 rng мы ставим rng и random number generate у нас какой-то момент я упустил. Да, прошу прощения, не все бывает, запоминаю сразу, ну, сразу или там каким-то моментом не возвращался долго. В общем, смотрите, для того, чтобы у нас random работал, нам нужно было еще подключить random device rd, вот как раз каждый раз, когда он у нас перезапускается, он, собственно, с помощью этого модуля производит новое какое-то значение. В нашем случае теперь, если мы запускаем, как вы видите, каждый раз random choice у нас будет меняться, то 1, то 0, то 1, то 0. Давайте посмотрим теперь, что у нас получается с точки зрения визуализации. Так, у нас сразу же происходит ошибка. chunk dim, ну, сейчас проверим. Chunk dim 16, 0, 0, так, где-то здесь он, получается, захотел подключиться к какому-то getTileValue. Смотрим, какой TailValue он хочет. Chunk 1, 0 и 1, 0 и 1. Значит, test Chunk, сейчас посмотрим, getTileChunk, да, мне нужно здесь, да что ж такое, getTileChunk, и сюда мы добавляем, у нас здесь значение было 1, здесь 0, значит, у нас 0, 1. И в этом случае у нас данный тайл, данные тайлы не заполнены, получается, здесь не была аллоцирована память по какой-то причине. Ну-ка, если мы 0, 0, то 0, 0, у нас с ним было все хорошо, да, он заполнился. Здесь все было нормально. Так, 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 думаем, смотрим. Значит, соответственно, так, а сколько у нас карт мы указали? 10, да, то есть, соответственно, если я захочу, например, посмотреть 1, 1, он у нас не заполнен, 0, 2, да, то есть, получается, что он кусками аллоцирует память, сейчас я эту теорию подтвержу, наверное, смотрите, в чем тут у нас суть, значит, setTileValue мы начинаем отрисовывать первую карту. RandomChoice у нас равен 0, соответственно, мы проваливаемся в нашу функцию setTileValue, tileChunk появляется, да, tileChunk существует, мы говорим, есть ли там tiles заполнены или нет, он говорит, нет, соответственно, мы аллоцируем, у нас появляются tileChunk, которые мы, соответственно, заполняем. Здесь все проходит, дальше, здесь все проходит, и у нас пошел loop, да, то есть мы можем continue, даже можно сделать вот так. Значит, первый тест Chunk, сейчас мы его, это у нас world.tileChunks, вот, у нас есть один пока tileChunk, который аллоцирован, соответственно, дальше мы проходим по ступеньке, то есть x у нас увеличился, randomChoice у нас не поменялся, и происходит проверка, мы меньше mapSizeX, да, и понеслись дальше по, значит, нашей проверке. Здесь в нашем случае setTileValue upSizeX16, 0, так, идем сюда, идем сюда, значит, testTileChunk screenX, здесь у нас testPose, чему равен testPose, testPose, так, смотрим, дальше он уже идет в Chunk x1, да, и x1 у нас не заполнен, то есть мы с вами, опять же, выпал 0, мы двинулись вправо, еще на один Chunk, значит, этот Chunk существует, но tile не заполнен, он считывает, аллоцирует память, да, соответственно, память аллоцирует, все, ништяк, testChunk, ушел, и дальше заполняет, идем в continue, это мы пока свернем, значит, если я здесь проверю, у нас 1,0, да, под этим номером у нас есть нужно нам tile Chunk, идем дальше, random был равен нулю, то есть мы опять с вами двинулись еще вправо, так, чему равен random choice, random choice у нас опять равен нулю, rng таким образом выпал, значит, мы с вами опять возвращаемся сюда, и здесь, соответственно, у нас уже на двойке есть tile чанк, хорошо, x увеличили, происходит опять и у нас random choice опять равен нулю, что, кстати, настораживает, ну да ладно, в нашем случае здесь уже будет три, то есть по x мы нарисовали три карты вправо, опять сдвинули x идем random choice random choice у нас опять ничего не показывает, то есть он ничего не делает, так, и это, честно говоря, очень странно, потому что мы проверяли с вами эту часть и она у нас работала безотказно, смотрим почему, так, random choice но периодически работает, так, смотрим, значит, первый random choice, значит, 0, 0, у нас тайлы появились заполненные, отлично, дальше, теперь единица, у нас получается random choice, единица, это значит, 1, 0, у нас пустой, нет, не пустой, а 0, 1 у нас пустой, да, то есть, смотрите, random choice у нас уже был равен единице, continue сделаем, да, random choice опять выпал вот таким, так, кстати говоря, очень странно, и это мне не нравится, это мне не нравится, в принципе, мы можем аллоцировать память map size x и map size y исходя из, хотя нам не обязательно это нужно, честно говоря, не не совсем понимаю, почему так, потому что эта часть у нас аллоцируется с оттайл value я знаю, в чем проблема, проблема вот здесь, смотрите, когда мы рисуем, допустим, да, random choice у нас выпал, ну, первый раз он у нас 0, второй раз, например, выпал тоже 0, мы пошли по горизонтали, то есть в нашем случае y равен 0, если мы с вами допустим, выпадает единица и нам нужно передвинуться вниз, то нам нужно вниз не на начало вот это передвинуться, а передвинуться там, где мы находились по x, на той позиции, на которой были, соответственно, нам нужно как-то этот x контролировать, то есть, допустим, если мы увеличиваем y, то, соответственно, нам нужно x, ну, то есть, текущий x увеличить на то количество, сколько мы уже прошли, поэтому, наверное, нужна еще одна переменная, сейчас попробуем, контрольная, u32, u32, допустим, screens so far, сколько-то из скринов мы прошли по x, screens so far, x, и вот этот вот screens so far, x, мы постоянно тоже увеличиваем, плюс-плюс, соответственно, то есть, как только у нас увеличивается x, мы увеличиваем screen so far, но когда у нас увеличивается y, то и screen x в нашем случае, screen x в нашем случае будет равен screen x so far, по идее, вот так, не хочет, да, но это такой вот у меня здесь корявый подход, конечно, к генерации уровня, дайте-ка я еще подумаю, друзья, я немножко поразмыслил над ошибками, которые вылезались, было еще несколько багов, которые я обнаружил, немножко переписал код, до этого у нас цикл включал в себя screen x, screen live, в данном случае он нам не так интересен, screen x, screen y у нас по сути контролирует, ну, как бы положение экрана, да, то есть абсолютный x и y, я заменил его на screen index, то есть указал вообще в целом цикл, который у нас содержит в себе вообще количество экранов или карт, которые мы хотим нарисовать, предположим, я хочу добрых 50 экранов, дальше, дальше, что я делаю, дальше, по этому циклу, каждый раз, когда у меня screen index будет увеличиваться на 1, у меня будет происходить random choice, проверка, насколько у меня появится единица или 0 или единица, то есть, соответственно, я буду увеличивать либо screen x, либо screen y, для того, чтобы контролировать вот эту координату, ключевая ерунда кроется еще в set tile value и get tile value. Смотрите, если мы будем говорить про логику отрисовки, ну, собственно, нашего, нашей карты тайлов, ключевая, вот это get tile value from world, которая на самом деле была не очень безопасна и глючила, что в ней было небезопасно. Если мы на нее посмотрим, то здесь происходит первое, получение позиции testPos, это нормально, но второе, это нам получение указателя testChunk, то есть, есть ли данный Chunk в данной конкретной карте, и если этот Chunk действительно присутствует, то мы раньше просто подряд рисовали вот так вот get tile value без проверки. Здесь я добавил дополнительно проверку, что если этот Chunk действительно есть, только в этом случае мы будем проверять и вызывать вот эту функцию get tile value from Chunk. Теперь следующее get tile value from Chunk у нас, сейчас я найду ее, вот, следующее, она была тоже небезопасная, здесь в чем суть, мы здесь должны две проверки сделать, первое, это проверка на то, что Chunk действительно существует, который мы сюда передаем, и второе, это то, что в Chunk действительно должны присутствовать тайлы, то есть, мы действительно лоцировали память под эти тайлы, она там действительно есть, если ее нет, то, соответственно, нам вернется ноль тайл value, а если же все-таки есть, то тогда мы будем индексироваться внутри этих тайлов и искать нужный нам номер данного тайла. Вот, собственно, таким, такой вот нехитрой манипуляции у нас с вами получается следующая тема. у меня карта, которая состоит из 50 карт рандомно, как вы видите, распределенных по областям, да, что-то идет по горизонтали, что-то по вертикали, ну, вот, как вы видите, несколько экранов расположились по горизонтали, какая-то часть по вертикали, и таким образом я могу путешествовать по карте, ну, из, скажем, 50 вот таких вот квадратных карт, состоящих из, ну, вот такого вот количества. и тем самым у нас с вами получается следующее, ну, как бы, наверное, одна из важнейших я бы назвал проблем заключается в том, что вот эта область белая, которая у нас закрашена, она на самом деле содержит в себе нулевые значения, то есть под нее память действительно была аллоцирована, а нам нужно сделать так, чтобы вот эти вот куски карты не были аллоцированы, то есть нам достаточно аллоцировать только вот эти вот кусочки и не более, не больше того. Давайте попробуем, во-первых, не рисовать вот этот белый цвет для удобства. Первое, наверное, что я сделаю, это расширю количество, точнее, расширю размер экрана, который я отрисовываю, чуть побольше тайлов буду рисовать. допустим, по вертикали у меня будет 30, даже не 30, пусть будет 20, 20, здесь будет 40, ну в два раза просто увеличу, чтобы у меня экран был чуть побольше, я мог видеть подальше. Сейчас посмотрим. да, ну вот, то есть область экрана, которую я вижу побольше. Блин, какая же неудобная коллизия сейчас в данный момент, да, даже пройти туда сложно. Так, следующее, следующее, что нам нужно сделать, это, 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 изменить код отрисовки. У меня здесь, видите, есть tile value равным 0. Set tile value, надо посмотреть. Я бы даже, наверное, не отрисовывал, если tile value у нас равен 0. Так, can post color value. Я сделаю вот таким вот образом. If tile value равняется 0, точнее, не равняется, то мы, собственно, рисуем наши квадратики. Ну вот, таким вот образом у нас получилась область экрана, то есть, наша карта, которая аллоцирует достаточно большое количество экранов. экранов. Теперь мы можем немножко увеличить ее, допустим, сделать не 10 пикселей, а 60 размером, ну, то есть, наш квадратик сейчас будет побольше. Ну, вот, примерно вот так. Или даже можно 80 сделать, чтобы персонаж был побольше. Давайте так и сделаем. 80 и скорость передвижения я ему чуть поменяю, сделаю помедленнее, пятерка. Ну вот, как вы видите, с приближением получается гораздо лучше. Ну и, соответственно, если я пока не оптимизированно, сделаю в релиз версии, просчитаю данный проект. Он должен чуть побыстрее работать. Да, ну вот, более гладко. И, соответственно, я могу путешествовать между картами. Ну, как бы, рандомно сейчас генерится, конечно, беспонтовая карта, она не очень красиво выглядит. Можно еще заморочиться над кодом, чтобы ее там лучше прорисовать, допустим, ну, не знаю, сделать двери только там, где они нужны, чтобы у нас вот этих вот дырок не было. Как вы видите, сюда я выходить не могу. Ну и, соответственно, вот такая вот у нас получается история. Я еще что хочу проверить, это немножко еще один такой небольшой тест провести. Я опять уменьшу до 10 пикселей. Чанг Дим у нас 16 равен. Я хочу к прорисовке карты вернуться, где у нас initmap. Вот, tilespy width и tilespy height. Я сделаю чуть меньше. Я хочу сделать по ширине, ну, пусть будет 16, а по высоте я сделаю меньше, а по высоте у меня будет 8. Да, для чего я, собственно, это сделал? Для демонстрации того, что у нас на самом деле аллоцирование памяти происходит, как называется sparse по-английски, фрагментировано. Что имеется в виду под фрагментарностью? Как вы видите, массив, по идее, если бы мы аллоцировали память только по старинке, да, то есть по массиву, по иксу и по игреку, то вот эти вот черные экраны бы у нас заполнили вот эту вот всю область, в которой у нас существует карта. Но поскольку мы с вами аллоцируем память лишь только там, где есть наши уровни, то в данном случае у нас аллоцируется только наш чанг, то есть это вот этот квадрат. Таких квадратов у нас вот здесь раз, два, вот там три, да, соответственно, вот это четыре ниже и так далее. То есть, как вы видите, вот эта область и вот эта не заполнена. Таким образом, мы с вами частично решаем задачу экономии памяти и подгружаем карту только лишь там, где она действительно необходима. То есть, в массиве мы с вами забираем только ту часть, ту область, которая нам необходима. И заметьте, самое интересное, что вот правый угол экрана моего мышкой показывает, что я при этом использую лишь только 6 мегабайт памяти. То есть, это уже говорит о том, что мы с вами очень круто справились с задачей вот этой вот фрагментарности. ну, теперь можно увеличить на самом деле размер нашего персонажа, вернуть его в нормальное русло 80, чтобы мы уже нормально могли видеть полноценную графику. вот. Ну, собственно, вот эта вот область черная у нас красится в черный цвет. Это тот цвет по умолчанию, который, насколько помню, у нас, в принципе, содержится. И мы можем с вами вот таким вот образом путешествовать между экранами, между картами. Карты можно на самом деле теперь попробовать сделать чуть больше. мы, например, можем сделать не 16 на 16, а, предположим, пум-пум-пум-пум, 4 в степени 4, 32, по-моему, максимум может быть. Давайте посмотрим. Если у меня никаких ошибок не вылезет. Да. И я, соответственно, если это 32, то размер здесь отрегулирую, что у меня tiles.p-width будет 17, а здесь, соответственно, 9. Ну, чтобы целиком закрывала область экрана вот таким вот образом, да, как вот мы раньше привыкли видеть. Вот. И получается, тем самым мы с вами теперь можем видеть и путешествовать по карте и занимает у нас только ту область памяти, которая нам необходима для аллоцирования наших тайлов. Конечно, мы можем подвязаться непосредственно к размерам этих тайлов, то есть делать их не под размер там нашего экрана, а под размер непосредственно, ну, например, 32 на 32, да, то есть под размер конкретно нашей карты, вот она будет соответственно большая, по 32 тайла, ну, такая вот объемная, и мы можем уже соответственно с вами путешествовать по гораздо большей карте, и уже появляется, как вы видите, какой-то такой определенный интерес путешествия между картами, между, скажем, какими-то такими вот локациями, что у нас в принципе в процессе можно будет разбавить, сделаем какой-нибудь обязательно редактор карт, я пока не уверен, что у нас будет рандомно генериться, хотя можно сделать и какой-то рандомный генератор, хотя хотелось бы сделать какую-то небольшую сюжетку, ну, как минимум показать, как это делается. Ну, вот, собственно, на этом урок по динамической памяти у нас с вами динамическом, ну, даже не динамической памяти, а как это правильно сказать, более эффективном использовании динамической памяти для загрузки наших тайлов, я считаю, что выполнен нормально, хорошо, с задачей мы, во всяком случае, с вами справились, впереди, конечно, еще куча всего, что хотелось бы доделать, но я думаю, что эта часть позволит нам в дальнейшем двигаться дальше, мы можем перейти, попробовать разбавить это уже какой-то графикой, подгрузить персонажиков, подгрузить, возможно, какую-то графику карты сзади, да, чтобы у нас уже визуально приятно было на все смотреть, и, наверное, поработаем дальше над уже персонажем, движением, коллизией, чтобы он не так вот ужасно и поуродски двигался, потому что сейчас данная коллизия, столкновение с объектами, она, конечно, ужасна, ну, то есть постоянно вот так вот застревать будет персонаж, это прям очень не айс, и это нужно исправлять, и плюс движение самого персонажа может быть более плавным и интересным, этого можно добиться, вот, это мы попробуем сделать дальше, вот, а пока надеюсь, что вам понравилось, обязательно пробуйте, тестируйте у себя, вот, ставьте пальцы вверх, мне безумно приятно, если вам нравятся мои видео, вы ставите лайки, комментируете, я хотя бы понимаю, что я не просто так делаю эти уроки, и вижу, что они находят какой-то резонанс среди вас, действительно могут помочь в ваших собственных проектах, вот, ну, собственно, такие вот у нас дела, до следующих уроков, пока-пока, корректы, гибель, как бы,